Всем привет, друзья! Ну вот, надеюсь, недолго для вас это время тянулось. А у меня на самом деле сейчас среда. Привыкаю к новому графику съёмок, на самом деле. Рука так и тянется всё время снимать, как уже привыкла она, да? Вот, ну, вообще, сегодня что мы делали, маленько вам расскажу. Сегодня у меня Алёша удалёнки работает, поэтому успел кое-что домашние дела поделать. Съездили они с дедом, морковку с картошкой привезли, уже много взяли сегодня, чтобы нам на все праздники новогодние хватило. 8 мешков взяли, 6 мешков взяли картошки и 2 мешка моркови. Морковь, правда, дороговато, по 12 рублей, но я что-то решил побаловать корову в Новый год, поэтому взял, в общем, 2 мешка и ещё и морковки. И вот, я говорю, давай выбирай мне крупную. Он выбирал мне крупную морковку, но это вот я уже потерзала. В общем, сразу принялась делать корейскую морковь. Матвей давно уже просит, чтобы я ему корейскую морковь сделала, чтобы с мясом ему есть. Так что, готовлю. Вот, потом ещё мы успели сегодня, сено прикатили. Обжариваю. Лучок, на самом деле, я обычно без лука делала. А то что-то посмотрела у Татьяны, а она с луком делала. Думаю, дай-ка попробую, тоже с луком сделаю. Вот, чеснок уже натерла. Видите, какой. Вот. Какой-то он цветной, с розовыми вкраплениями, хотя не подгнивший, ничего. Вот, водейка у нас в школу сходил. Сегодня у него 4 урока было. Матвей сейчас на уроках занимается. В общем, всё как обычно. Бабушка сегодня хотела к окулисту поехать. В больницу записывалась даже. Но потом подумала, что не поедет опять из-за ковида, чтобы не собирать эту всю грязь. Поэтому решила не ездить. Вот такие дела у нас творятся. Потихоньку день идёт. Ну вот. Работаем, учимся. Всё как обычно. Уроки делаем. Вот сейчас корейскую морковочку заделаю, дай, снова работать пойду. Вот такой вот денёк сегодня, друзья. Ладно. Пока всё. Приветик всем. У нас четверг. Я сегодня такая довольная. У нас ребята сдают долги. И у меня утро освободилось. Я же обычно в четверг прям с утра до ночи работаю. Сегодня у меня прям утро освободилось. Буду работать только с двух часов. Так что сейчас пойду гладить. Заниматься любимым делом, так сказать. Я люблю гладить. Что ещё я вам хотела сказать. Читаю всё ваши комментарии, друзья. Некоторые просят не обращать внимания на каких-то комментаторов, которые неприятные. Я, друзья, не обращаю. Я же вам сказала, это как бы просто на эмоциях. Было же снят последний ролик, в котором я вам сказал, что буду менять формат. Но не из-за комментаторов же я его меняю, да. А просто потому что тяжело. Я ничего не успеваю и так бегаю туда-сюда. А ещё снимать надо. Мне тяжело, поэтому я из-за этого. Это первое как бы это. Ну, а там вся эта обида уже, конечно, прошла. Я же человек-то такой, быстро отходчивый. Поэтому, в общем, ни на кого зла не держу. Просто изменила формат не из-за того, что меня все обижают или что-то ещё такое, да. Нет, просто я говорю, я не успеваю, я устаю. Мне просто это начинает надоедать уже. Поэтому решила, пока не поздно сменю формат, а то вообще закрой канал. Потому что мне это уже тоже тяжело всё время с камерой общаться, бегать, да. Поэтому, ну, чуть пореже будем выходить. Это же не беда, я думаю. И вы от нас больше будете отдыхать. Где-то более будут наши ролики информативными. Потому что за один день обычный будничный бывает, что ничего вообще интересного не происходит. Зачем это всё? Тоже вроде как вам неинтересно будет смотреть. Поэтому меняем маленечко, да. То, что реже будем выходить. Вот. Ну, а так, всем спасибо, конечно, за поддержку. У меня много друзей. Я это знала и знаю. И сейчас ещё удостоверилась, да, что много у меня друзей, которые меня понимают. Вот. Так сказать, родственных душ много. Вот. А! Да сейчас я же ему дала же. Ладно, буду кормить его. Бабушка ругается. Когда я ему даю есть, а он, это, плохо сам ест, поэтому надо кормить. Да и что такое? Опять ругается бабушка. Ну, видите, я же говорю, у меня просто нет времени на съёмку. Только я начинаю что-то снимать, меня тут же кто-то дёргает. А это на нервы влияет, да. Ну, сейчас, Фима, сделаем еду. Сидит, уже схватил свои хлопья, говорит, налаживай. Вот. Алёша сегодня у нас на работе, Фадей в школе. Всё как всегда. Зумы сейчас будут у Матвея. Есть определённая опять проблема, откуда-то там у нас появились оценки какие-то непонятные. Вот. Сейчас, в общем, опять всё утро разбирались с этим. В общем, как всегда, домашняя, это вся будничная наша тягомотина школьная. Ну, слава Богу, осталось два дня учиться. Завтра уже будут выставлены все оценки. Домашних уже не будет. Да и сегодня уже не будет. Ну, вот доделываем то, что это. Ты сейчас просыпешь ведь, а? Фим. Сухомятку. Сейчас я иду. Ладно, друзья, побежала. Сегодня мы с утра, бабушка успела, у нас утку сварила. Матвею мяско. Детц пожарил картошки. Фадей любит жареную картошку. Тут у нас кисель. Вот такое вот. Успели, сотворили с утра. Дед поехал сейчас к брату моему. Повез ему гостинцы на Новый год. Ну, закаточки, да мяско, да так вот. В общем, яйца. Такие вот подарочки увез сразу ребятишкам ихним. Вот. Такие дела. Идут, в общем, потихоньку. Она пошла Фиму кормить. А вчера, друзья, смотрите, что у нас дед начал делать. Он занялся доработкой своей картины с той зимы. Она у него пролежала все, ну, практически год. Были нанесены. А вчера вот он уже начал рисовать. Были просто нарисовано карандашом у него эскиз. Вот. И он, в общем, вчера принялся рисовать новую картину. Вот так вот. Еще елку не доставали, мои друзья, потому что у меня гора белье. Поэтому решили сначала с бельем разобраться, а потом уже будем ставить елочку. Лучок потихоньку у меня на окне растет. Ну, надо сказать, в вате, конечно, не в земле. Ну, как альтернативный вариант для тех, у кого нет земли, в вате тоже можно выращивать. Потихоньку растет. Ну, сейчас хотите, покажу. В принципе, не жалко. Вот. Вот такой вот он, видите, потихоньку набирает силу. Ну, вот я думаю, то ли его пересадить или что. А так, конечно. Надо все-таки готовить с осени ящик для лука еще, да. Я вот не знаю, может быть, занесу с землей ящичка в пару штук. Высажу лука. Там много мелкого осталось еще, который я не высадила. Вот. Так что буду сейчас разгребать гору белья. Начну гладить. Но это надолго затянется. Ой, сколько тут прибирать-то надо. Ай, Фима тут кушал. Нанес баночек своих скляночек. Вот так вот пошла дальше. Я что вам покажу? Вчера вечером же мы выехали в магазин. Вот. И я купила подарок бабушке. Она мне заказывала шапочку. Смотрите, какая красота. Мне она так понравилась. Такой холодный, что ли, розовый цвет. Сказать. Да, пепельно-розовый такой. Шапочки, я не знаю, отражает. Нет камеры. И вот такой вот красивенный розовый мех. В общем, ей так хорошо села она. Довольная бабушка. В общем, ну, заранее подарок подарили, конечно, в Новый год. Но потому что надо было померить. Если бы что-то не подошло. И тебе она сзади вот так вот присобрана. В общем, ей хорошо по голове пришлось. Угадала она глаз. Потому что ни в какую ехать она боится. Куда-то в магазины. В общем, я ей сама на свой, так сказать, вкус. И глаз купила вот эту шапочку в подарок. Вот. А эту я зашла, слушайте, покупала в мужском магазине я подарки деду с Алёшей. Пока не буду их показывать, потому что Алёша с дедом смотрят. Ну, чтобы маленько, хоть им был сюрпризом, да? Ну, маломальским сюрпризом. Вот. Поэтому и купила вот такую шапочку двойную. Слушайте, здесь 50% шерсти. Турецкая шапка Матвею. На каток ходить. 50% шерсти. При этом хорошо так тянется. И всё. Сейчас вот я вам даже состав покажу. Шерсть 50%. Кашемир 10%. 20 нейлона и 20 полиамида. Вот. По ценам интересно. Давайте скажу. Вот такая вот шапка мужская стоит 800 рублей, друзья. А вот эта красота стоит 1800. Вот такие у нас расценки. Вот. Ну, главное, всё всем подошло. Я довольна. В общем, удачно вчера съездила. Вот. Так что подарки, в общем-то, практически всем взяты. Ну, как взяты Фадею, я сегодня утром заказала подарок. Пока тоже не буду показывать. Мало ли он посмотрит, чтобы не знал, что за подарок. Ну, в общем, заказала. Завтра должны привезти. Так что завтра после обеда рванём за его подарком. Ой, почему после обеда? Да, Лёша, завтра работа, завтра же пятница. Ой, ой. Нет, в субботу, значит, друзья, поедем. В субботу утром поедем. Конечно, завтра некогда будет. Вот. Потом ещё я заезжала в Wildberries. У меня там заказан был сахарозаменитель фит-парад. Он у нас прям на ура ушёл. Это баночка, которую я последнюю брала. В общем, все пьют с этим сахарозаменителем. Убежала она, эта баночка. Поэтому в срочном порядке пришлось заказать большой пакет. Ещё больше заказала, чем эта баночка. Там 250, что ли, грамм. Вот. Номер 7 тоже заказала. То есть он нам, в принципе, понравился. Всё нормально. Не отличается от сахара ничем. Вот. Но он ещё не пришёл. А вчера пришли орешки Матвею. Брал он, который, арахис, в кокосовой глазури. Оказывается, друзья, вот эта кокосовая глазурь, она, оказывается, бывает сделана из муки, там, из сахара, да, то есть как глазурь именно. А бывает натуральная, просто сгущённая арахисовая масса. Вот эта вот масса, или как я не знаю. В общем, бывает натуральная, без сахара и без муки, так вот такую выбрала. Долина здоровья называется. Вот. И вот такой пакетища пришёл. Ой, сколько он стоит? Что-то около 300 рублей, друзья мои, стоит. Вот они, вот эти шарики, арахис, видите, какой. Вот. Он уже один... Тогда я, по-моему, полкило, что ли, на пробу заказывала. Они ему понравились. В общем, он с чаем их ест. Вот. Так-то всё нормально. С диетой тоже. Всё. Чайник у меня вскипел. Ой, чайник, утюг у меня закипел. Пошла я гладить. Раскладываем мы с бабушкой сало. Алёша сейчас пообедал, ушёл. Решили разложить. Вот. Этот у нас тазик был потолще. Сало здесь чуть потоньше. Но ничего. Главное, что мы его, друзья, попробовали. Смотрите, какое. Какое оно мягкое получилось. Вот никогда из магазина не получается мягкого сала. Здесь просто во рту тает. Да, бабушка? Ой, обалдеть. Вот. А это, знаете, что за безобразие? Что бабушка тут уже баловаться начала сидит. Это у тёти Ирины, нашей соседки. Сегодня день рождения. Вот. Мы с ней обменялись. Я ей подарок подарила. Она мне торта. Трёх видов аж. Три дня она ей готовила. В общем, ну, она прям кондитер у нас. Смотрите, какие толстенные куски. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять. Бабушка, в общем, у нас согрешила. Попробовала эти тортики. Но очень вкусно, говорит. Конечно. Я представляю домашние торты. Но нельзя, друзья. Я их, конечно, пробовать не буду. Сейчас даже припрячу это добро, чтобы Матвея не смущать. Вот. Ну, а Фадей с Эфимом. Балдеют, да? Ты ешь торт-то? Доедаешь уже? Да, ем. Так что поздравляем соседку нашу, тётю Ирину. С днём рождения ещё раз. Вот. И продолжаем раскладывать сало. Вечер у нас, друзья. Шесть часов уже, седьмой час пошёл. Алёши нет. В общем, сегодня у нас 20 лет муниципалитету. Такой вот юбилей. Алёша пошёл, как... Пригласили его, в общем, на концерт. Вот он в ДК сейчас находится. Ну, позвонил сейчас, говорит, всё закончилось. Но у нас другая проблема. У него машина сломалась. Сломалась печка, то ли проводок отпал, то ли что. Вот. И он, когда на концерт поехал, завёл машину. В три часа ещё это было. А печка не работает. У него все окна-то заиндивели. Не видно ничего. Ну, ладно, сервис недалеко от работы находится. Он кое-как, кое-как, в общем, тихим сапом добрался до тут. Машину поставил. И пешком, в общем, пошёл. В ДК ушёл. Вот такая вот ситуация. А в сервисе сказали, позвоним, говорит, как сделаем. Вот. Ну, сейчас он позвонил, говорит. Но как мы хотели, что он уйдёт к Деде Паше, посидит, подождёт, пока сделает всё. Если вдруг концерт закончится, а машина ещё не отремонтируется. Вот. Но Деда Паша там тоже недалеко, в общем. И сейчас позвонил, говорит, с сервиса позвонили, сделали всё. Можно забирать машину. Так что вот. Пошёл он. Сейчас Деда Паша не будет заходить. Побежал сразу за машиной и приедет домой, наконец. Вот. Вот. Фадей сегодня у нас ходил на день рождения к Серёже. К другу-то их общему. Это Матвейн, одноклассник, на самом деле, Серёжа. Вот. Он к нему ходил на день рождения сегодня. Поздравлял его. Вот. А там угощался тоже. В общем, сегодня у многих день рождения, да, у нас у соседки день рождения, у Серёжи день рождения. В общем, вот так вот. Многие родились 24-го числа. Декабря. Что ещё? Ээээ... Да ничего, наверное. Не очень у меня занятия идут до последней деньки. Дети сдают долги. Многие не успевают. Мамы их звонят, пишут мне, что дети не придут. потому что надо сдавать долги. Поэтому я с переменным успехом, с окошками работаю. Но завтра вообще буду маленько-маленько работать. В общем, посмотрим. Даже подумываю, завтра у меня после обеда надо занять. Думаю, если его это одно занятие убрать, то и мы могли после обеда от Солёши съездить, чем выходные ехать. Все-таки выходные народу много везде. Ну, съездить, я же говорила, за подарком надо, за Фадея. Вот. И все. Вот такие сегодня новости, друзья мои. Ладно, сейчас буду Алюшу ждать, кормить. Ой, зверье мое. Слушайте, друзья, сегодня какая штука получилась. Деджи вчера рисовать начал картину. Не знал, где устроиться. Говорит, у вас на кухне тут... Как он это назвал-то? Ой, слышите, интересно. Слово сказал? Типа того, что у вас, говорит, тут на кухне шортажский рынок. По-моему, что-то такое он сказал. Говорит, вы мне не дадите порисовать. А ему не нравится, когда... Он же ставит картину, делает мазки, а мы ходим, пол... Полу у нас сейчас, Алюша, откроет комнату. Здесь снимала для делов. Сейчас я это самое... Вон, Алюша пришел с работы, наконец-то. Что, починили машину? Ну, вот. И дед поставил, значит, решил рисовать тогда, раз на кухне это невозможно. Пол шатается, ему все не нравится, хотя свет хороший на кухне. А он говорит, давай, говорит, пойду я в класс рисовать. Ну, вечером, я уже закончила работу, можно порисовать. Все, он там устроился, свет себе настроил, хотя там не очень свет, но он себе настроил, лампу установил. Вот. Взял ноутбук свой там, где он смотрит что-то там, как, где какие там, что оттенки или что, не знаю, в общем. Что-то там у него информация. И этот ноутбук взял и поставил на Хому, на клетку с Хомой. Я сегодня сижу, работаю, Кузя, не надо меня трогать. И смотрю, Хома что-то там грызет. В общем, подошла. Кузя, иди давай туда. Что-то и трется, трется, об диван ходит. Подозрительно себя ведет. Поддей ждет меня, когда мы уроки с ним пойдем делать. Вот. И Хома у нас взял и перегрыз. Слышишь, Алёш, да? Да. Ну, перегрыз деду провод. Какой? Ноутбук он поставил на Хому. От мышки. Слава Богу, от мышки хотя бы, а нет этого. В общем, дед сейчас ремонтировал. Все соединял проводки. В общем, кошмар. Вот так вот случилось. Не ставьте на грызунов предметы электрические. Он называется. Это что вокруг меня-то ходит? Кузя, ты чего? Вот Алёшу посадила я есть. Вот такую он принес штучку. Видите? Арамиль 345. Это набор открыток. Я вам сейчас кратенько покажу, что тут у нас. Вот. Это фотографии, как будто, да? Там сзади, видите, описание идет. Над сетью рекой городок небольшой и вы косоньки в водах полощут. Город мой, Арамиль, небо синяя синь, звонко в сердце на звук отзовется. Короче, стихи. Видите? И вот эта вот мечеть-то наша новенькая. Видите? Это как бы виды нашего города. В общем, сегодня концерт-то вот этот был, он не только посвящен 20-летию муниципалитета. А что это? Ну, маленько там что-то было, в общем, такое концертное собрание. Собрание, да. Празднование. Вот. Вот. И еще отмечали 345-летие нашего города. 345 лет. Просто летом не состоялось празднование и вот так серии вот таких открыточек подарочных отметили. Видите? Вот красота какая. Не знаю, видно будет, не видно, наверное, бликует, да? вот, постараюсь, так вам кратенько покажу, сама посмотрю задним с вами. Вот. И Алеша немножко снял нам кадров. С этого мероприятия он вставит, так что сейчас вот покажу вам открытки и вы посмотрите, что там было. Маленько он показал. Видите, какая красота. вот наша фабрика. Такие вот открыточки яркие. Это наш памятник шинели. Но я вам регулярно это все показываю. Вот и наш храм. Вот такая вот пачечка памятная останется. Вот. Ну там еще книга вышла. Да? Тебе ее не дали? Не знаю. Или она еще не довышла? Так что вот так, друзья. Вот. Ну ладно. Сегодня мы много наснимали. Ну потому что у меня было время, потому что у меня было желание. Поэтому что-то у меня на камере по-моему какое-то пятно. Может и нет. Ладно, в общем, смотрим фильм сейчас. Дмитрий Владимирович депутат и директор ООО Мастерфай Урал. Ну и мы предлагаем сделать памятную фотографию. За профессионализм, добросовестное исполнение должностных обязанностей и достигнутые успехи в социально-экономическом развитии обруга почетной грамотой главы награждается Комарова Ольга Вячеславовна, заместитель главы администрации Аравийского городского обруга. Ширилла Дмитрий Михайлович Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Аравийского городского обруга. А также благодарственным письмом главы награждается Шунайлова Наталья Михайловна, Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию администрации Аравийского городского обруга за добросовестное исполнение должностных обязанностей и достигнутые успехи в социально-экономическом развитии Аравийского городского обруга. АПЛОДИСМЕНТЫ АРМИНСКОЙ АРМИНСКОЙ в такой больнице кто-то что ни говорил, я ей в личный раз хочу сказать небольшой голос. Терпите, держитесь, все, что сможем, мы поможем. Давайте, честное больно. Продолжаем вас на свои места. Хочу всех награжденных поблагодарить администрацию города и поблагодарить за то, что оценивает наш труд. Наш труд, он, конечно, как капля в море, но с каждого по капле и море будет сильным, мощным. Спасибо большое. И ответная основа предоставляется Надежда Петровна Грибушина, представитель Совета Ветеранов. Уважаемые горожане, поздравляем всем с праздником. Виталий Юрьевич, можно Вас сюда? Виталий Юрьевич, примите от ветеранов вот такое вот диплом за особое достижение. В знак признания и безграничного уважения Вам присваивается гордое имя «Лучший из лучших». За выделительные успехи во всех начинаниях, за смелые идеи и яркие мысли, за бесконечный оптимизм, отличное настроение в Вашу улыбку. Мы Вам вручаем диплом за особое достижение номер один. Вы представители разного слоев общества, направлений, вероисповеданий. Я просто Вас всех благодарю за работу. Потому что один – более другое. Кто бы что ни говорил, я, конечно, где-то задаю фарватов. Все какие-то направления выборов без Вас стоят туда. Потому что всех Вас в праздник, всем здоровье крепко. Чтобы вот эта вся ерунда скорее закончилась и экономика поправилась. Потому что в 20-й год мы там сидели, планировали с Русланом Валерьевичем, с Мариной Ивановым. Были планы грандиозные. Никто не знал, что его до нас достигло. У нас в этом году уже должно быть лучше. Была проектно-смертная документация, связанная с социально-экономическим развитием. Я еще раз хочу сказать. Сегодня армейский городской округ по многим показателям находится в скопии, как это правильно сказать по-русски. Я думаю, это ерунда скоро закончится, все будет хорошо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, в общем, посмотрели вы, где Алеша был. Вообще, сегодня получилось побольше поснимать. Было время и желание. Вот. Поэтому поснимали. Поэтому вы увидели сегодняшний ролик. Вот. Что с машиной? В общем, с машиной ничего страшного. Окислился какой-то проводок там, какого-то механизма, который обогревает машину. В общем, его зачистили там или что сделали, да, Алеша? И взяли за это 300 рублей целых. Вот. Ну, сказали, если еще раз, то там надо будет что-то покрупнее потом поменять. Ну, пока, надеюсь, хватит на эту зиму. Вот. Так что все. Друзья, мы пошли с Вадим уроки делать. Алеша пошел управляться. И сегодняшний день закончится. Все. Давайте, до завтра. Пока. Пока. Пока.